Новые сверкающие белизной «Лады», только-только сошедшие с конвейера, теперь будут развозить медиков к пациентам, возить анализы и лекарства больным. Автопарк больницы пополнили две машины отечественного производства. Приобрести их получилось на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения. В результате удачно состоявшегося аукциона будет закуплен еще и третий автомобиль на эти средства. Автомобили в основном у нас будут предназначены для доставки наших сотрудников к пациентам на дом. Кроме того, эти автомобили будут использоваться для доставки лекарственных препаратов, биологических материалов. Новые машины – существенное подспорье для КБ номер 50. До их покупки автопарк больницы насчитывал девять автомобилей, не считая скорых. И в пандемию их не всегда хватало. Особенно обновление гаража актуально в преддверии осенне-зимнего подъема ОРВИ. К тому же ковид вновь поднимает голову. Медики не исключают новые волны, пик которой придется на сентябрь-октябрь. Тогда нагрузка опять, как и в прошлый подъем, ляжет на первичное звено поликлиники. Все случаи за последние две недели – это завозные случаи. Поэтому внутри у нас мы не проводим дифференциацию, какой вирус, какой штамм. Но потому что это все привозные случаи, скорее всего, это то же, что и в крупных городах нашей страны. Это и омикрон, и кентавр, новый штамм. Впрочем, особо паниковать не стоит. Новый подвид достаточно легкий. Как рассказал Игорь Викторович, сейчас тяжелых пациентов нет. Максимум – это средняя степень тяжести. Таких больных госпитализируют, и медики уже знают, как их успешно лечить. Так что к новому подъему коронавирусной инфекции больница готова. «Инфекционное отделение как работало, так и работает. Койки продолжают функционировать. Мы готовы развернуть госпиталь настольками, сколько нужно. Есть запас необходимых лекарственных препаратов. С кислородом проблем нет сейчас, и мы надеемся, что их не будет. Контракт заключен до конца года на поставку кислорода». От тяжелых последствий этого заболевания защищает вакцинация, напоминают медики. Сейчас до подъема самое время сделать прививку. Во всех поликлиниках есть в наличии «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно на портале пациента на сайте КБ номер 50 и по телефону Единой справочной службы 95511. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.